Разобрать и установить новый фоторадар Крис-П – дело нескольких минут. За водителями теперь наблюдают вот такие, с виду неприметные, треножные фоторадары. Это маленькое устройство станет настоящей грозой для любителей превышать скорость. «Мы просто выставляем его, настраиваем километраж, выставляем порог скорости, автомат сам фиксирует, сам отправляет в процессинговый центр. С собой представляет несложную конструкцию, на первый взгляд, то есть отдельное питание у него, тренога своя, и он работает в дневном режиме, также может работать в ночном режиме». Один такой механический помощник полиции обошелся в 9 миллионов тенге. Приборы самостоятельно фиксируют правонарушения, чаще всего превышение скорости. После составления протокола и данные отправляются в процессинговый центр. В течение нескольких дней нарушитель получит письмо счастья. На удивление новость о фоторадарах радует некоторых водителей. Константин Гавшев за рулем 10 лет. Внимательный и аккуратный водитель письма со штрафами не получал ни разу. Константин считает, что нововведение дисциплинирует участников дорожного движения. «Они очень дисциплинируют водителя. Сколько много аварий происходит из-за превышения скорости, так что лучше не нарушать. 60 ограничения, все, больше не надо. В принципе, жизнь важнее, чем скорость». Данные, фиксируемые фоторадаром, абсолютно прозрачны. Стереть информацию или договориться по-свойски невозможно. Такие фотоловушки используют в Южном Казахстане месяц. За короткий срок каждым радаром было выявлено порядка полутора тысяч нарушений. «Сейчас более оперативно информирует население о том, что используем то, что они нарушают право дорожения. Все происходит в электронном виде. Мы в электронном виде отправляем. Нам поступают все эти нарушения в электронном виде. Мы тоже обрабатываем. В тот же день отправляем электронное виде на Каспочту. И оттуда всех будем лезть тоже быстро. Поэтому люди уже сейчас быстро выполняются и уже стараются платить штрафы своевременные». Всего в Южно-Казахстанской области установлено шесть фоторадаров. Притормаживать за несколько метров от них не получится. Место расположения фоторадаров меняется ежедневно. Водителям отныне придется пристально следить за стрелкой на спидометре. Иначе штраф неминуемо настигнет нарушителей.